Наша музыка. Наша. У нас в гостях побывал режиссер Сергей Мирошниченко. Вы действительно считаете, что я интересный человек? Да. Да. Во-первых, мы вас хотим поздравить с премией государственной, вам которую будут вручать 12 июня. Спасибо. Мы уже прочитали документ, внимательно изучили, да. Вам уже документ дают? Конечно. Мне еще не показывали. Нам уже показали, да. Ну и, конечно, мы являемся большими поклонниками. Ну, я-то точно, я посмотрел ваш документальный фильм про детей, которые родились в Советском Союзе, и как расслаживалась их судьба, совершенно верно, рожден в СССР. Давайте расскажем, что это такое, для тех, кто не знает наших слушателей, что Сергей Валентинович отобрал в свое время 20 детей из разных уголков страны, да? Да, это был еще Советский Союз, поэтому и называется «Рожденный в СССР». Как вы их отбирали и по какому принципу? А там было, понимаете, мы ездили вместе с Джеммой Джаб, у меня партнер был. И вообще этот проект, он с англичанами, такой хороший пример долгосрочного сотрудничества с постоянно враждебными нам странами. Ну, я про то же, может быть, они диверсию какую планировали? Ну, я-то вообще был английским шпионом в советское время, это железно было. А много платишь шпионам? Почем можно Родину продать? В то время платили советскими рублями, потому что мы делали совместное производство, и поэтому все было такое достаточно скромное. Значит, 20 детей, и вы поехали вместе с английским телевидением отбирать? Ну, да, она еще молодой была девушкой, мы ездили, снимали, и по всей стране тогда Советскому Союзу мы ездили. Мы выбрали, правда, сразу Среднюю Азию, мы выбрали Кавказ, мы выбрали Прибалтику, Сибирь, Москву, Питер, и поехали в такую глубинку. И это было достаточно удивительно, смешно смотреть на страну. Я тогда сразу почувствовал, что в стране неладное, я уже начал чувствовать сразу, что страна на грани распада, потому что видно было, как дети передают то, транслируют, что... Говорят их родители. Говорят родители, да, потому что именно в 7 лет они говорят то, что родители, да. Ну, да, а то, что они слышали за столом, только говорят русские и уходите. А где же можно информацию-то брать, конечно. Да, и мы снимали на... тогда еще полироид был, и VHS, вот это такая была камера, и мы снимали много материала, тысячу человек сначала, потом мы отбирали 100 человек, и потом мы уже начали просто вот лежали, вот так вот фотографии были на полу, и мы просто вот хватали друг друга за руку, чтобы оставить 20 человек. Но некоторых очень смешно отобрали. Был Стас и Денис такой в Питере, два брата они. Я смотрю, идет драка так в детском саду, такая активная. А сколько им лет тогда было? Ну, 7... было, еще не 7 не было. Они же детском саду. Я отбирался чуть раньше, да. 5-6 лет, наверное, да? 6. 6. Ну, снимали в 7, а отбирали в 6. И вот идет драка, я вытаскиваю одного мальчика, чтобы разнять, потом второго смотрю, это два одинаковых ребенка. И понятно, кто дерет, кто за очинщик-то из них, если они одинаковые. Да, они между собой, но они всегда, у них такое было, они всегда были такие... Конкуренты. Да, конкуренты. Вот, и вот так отобрали. Я помню, очень сложно было в Грузии, мы хотели из такой интеллигенции, из семьи такой грузинской, и выбор был просто поразительный. Там были все такие фамилии, и вот у нас на ладо выбор пал. И нам казалось, что он тогда плохо говорил по-русски, совсем не говорил по-русски. Сейчас он говорит лучше меня, он блестяще говорит там, по-моему, на пяти языках. Работает в Люксембурге, поэтому... Коротко. Да, ну, по-моему... А там уже можно не говорить по-русски, там уже надо на других языках говорить. Нет, он блестяще говорит у него хорошо. Он, по-моему, хотел жениться только на грузинке, да, насколько я помню? Хотел, но сейчас я думаю, что он вообще, по-моему, жениться не хочет. Поэтому у него другой период. Значит, вот в 89-м году отобрали 20 детей из разных республик, примерно плюс-минус одного возраста, да? Там 6-7 лет. Чтобы проследить, как у них будет развиваться жизнь, складываться. Я правильно понимаю? Да, да. Это был такой проект, что через каждые 7 лет, а есть такой цикл жизни 7-летний, будет возвращаться к ним и фиксировать, что у них произошло. Так вот, это было такое... И я тогда, честно вам могу сказать, я был такой... Все-таки боль... У меня было много советского. И я считал, что человек может сам себя очень изменить, очень все так реализовать. А потом я вдруг почувствовал со временем, вот уже к 28-ми, что многое складывается до 7-ми. Закладывается просто какая-то дорога. И вообще, если верить хоть чуть-чуть в какую-то цикличность, в мистику, еще вот этот цикл 7 лет, он имеет тоже очень важное значение. Да. А откуда вышла эта цифра 7 лет? Я думаю, что это во многих, ну, философиях, религиях есть 7-летний вот этот цикл. И даже цифра 14 имеет у многих большое значение. И 21. Это такая не случайная. Я думаю, что... Есть у иезуитов такое высказывание. По-моему, они воспользовались тем, что говорил Блаженный Августин. Дайте мне ребенка в 7 лет, и я скажу, каким он будет человеком. Ой-ой-ой. Значит, смотрите, в 89-м году вы взяли 7-летних детей и отсняли, как они тогда там думали, выглядели, развивались. И каждые 7 лет вы, собственно, проводили с ними видеосъемку. Правильно я понимаю? Да, но, видите, я сразу, так как я все-таки режиссер, а не просто исследователь, я делал все-таки фильмы о времени. И если посмотреть каждый фильм, 7-летний, 14-летний, 21, это все-таки о том, как живет мир. Человек в стороне? И мир. Страна. Постепенно это становится мир. Потому что... Почему эта картина интересна там в Штатах или в Голландии, или где-то еще? Потому что это интернациональный рассказ о том, как живет мир. Вы прямо как вот философы Возрождения, которые говорили, что человек не живет в отрыве от истории, он сам делает историю и на этой истории изучает через человека. Это правда. И чем больше будут так думать молодые люди, тем лучше будет жить и наша страна тоже. А вы сами за кого переживаете из героя фильма? Как у него складывается судьба? Может быть, чаще звоните? Ну, вы знаете, я за все... Они мне все равны. У меня нет такого, что вот... Вот есть мальчик в Америке, и я переживаю только за него. Да, Андрей мне очень дорог, потому что я его хотел сам усыновить. Но тогда было... Что за Андрея усыновить? Из детдома? Из детдома, да. Мальчик, когда я его снимал первые 7 лет, у меня было такое тяжелое ощущение, шок, когда я его снял в интервью. Я сам, в общем-то, так плакал, я помню. И я хотел его усыновить, но тогда было такое законодательство жестокое, что я должен был переехать в Иркутск и жить там. Это было невозможно. И еще я должен был 2 года, ну, там, или 3 с ним быть. Но самое страшное, что я подписал в контракте, что я не имею права воздействовать на жизнь своих героев. То есть я не могу им... Повлиять на них. Да, судьбу, да. А какая судьба вот этого мальчика из детдома, расскажите? Просто очень интересно. Он... Ну, после показа этого фильма, а фильм показали в 40 или 50 странах мира, мне стали приходить письма трудящихся, знаете, там, из Швеции, из Великобритании, и там, из Австралии, и о том, что они хотят взять этого мальчика. И он еще хотел велосипед. Это было грандиозно, что у меня нет своих вещей, но вот я очень Велик хочу. И стали присылать еще велосипеды, я помню. Это было безумное количество велосипедов. И все подумали, что я торгую этими велосипедами. Да, и только благодаря Бурбулису тогда был, мы написали ему письмо, нам разрешили через таможню их привозить в детский дом. И он потом, его стали пытаться усыновить. Причем, такой, дикие были истории. Там была такая группа «Хопер Инвест» какая-то. Была такая, да. Они по-бандитским способам его выкрали и увезли в Америку. И потом его возвращали через суд. Но мальчик уже захотел быть. Но он увидел другой мир, отличный от детдомовского. Он был умный мальчик, очень серьезный. И потом его усыновили в 14 лет. Семья. И вы знаете... Американская. Да, американская. Но это было не очень удачно. Я не могу там говорить просто по-юридическим. Но там были проблемы с мамой очень тяжелые. Очень тяжелые. И все не так просто, как вот у нас иногда, знаете, у нас усыновлять или не усыновлять. Знаете, вот такие вещи сейчас, вот спор. А я думаю, что если проходит усыновление, то нужно сопровождение очень серьезное. Это должен психиатр быть, врачи и так далее. Адаптировать человека в другой стране обязательно нужно. Особенно из детдома. Потому что ментальность настолько разная. Настолько, что иногда... Ну, сложно, конечно. Да, американцы просто сталкиваясь с другой ментальностью, иногда очень агрессивно. Ну, последнее событие, которое мы знаем по источникам в прессе, вообще говорят, что не всегда это бывает успешно. Точнее, часто неуспешно. Но я думаю, что много успешных тоже. Я не хочу всех обвинять. И всех обвинять. Да, у меня есть друзья, которые по трех детей воспитали. Профессора университета. Вот он трех детей воспитал. И они все успешные дети. И они закончили университет. И я не хочу так. А кто из них поменялся самым кардинальным образом? Вот самое большое, ну, не знаю, открытие или впечатление от вас. Вот чья судьба была? Ну, вот у меня были двойняшки их, можно сказать, из Екатеринбурга, с Урала. И они уехали в Израиль. И я вот каждый раз удивлялся, как меняется их судьба. Потому что сначала они, когда 7 лет мы снимали в этом Екатеринбурге, они жили накануне отъезда, как оказалось. Мы сначала определили их, а потом они решили уехать. А потом в Израиле это были совершенно другие ребята. Они по-другому мыслили. И когда я в 21, я вдруг их увидел в армии. Это были уже третьи люди. Очень жесткая была армия. Это просто... Ну, израильская армия, она жесткая. Да, и я там ездил на, как, ну, места боевых действий, потому что... Тректор Газа? Они чуть ли не на границе живут же, да? Они живут на границе, но вот сам Леня служил просто в войсках, ну, спецназ наш, если там, или вообще такие войска, которые вели просто постоянные боевые действия. Я был в лагере, я помню, как мы ехали туда, то есть это такая особая операция была, чтобы туда попасть. Я понял, что война-то идет просто по-настоящему, постоянно. И Леня стал, поменялся у него, ну, как он потом говорил, он стрелял, и у него стреляли. И, как он говорит, рядом с ним убивали людей, и он говорил, я не знаю, убивал ли я, поэтому такое... Но предполагалось, что убивал, потому что стрелял же тоже. Ну, и он не ведет так вот откровенно, он говорит, что я тоже стрелял на поражение. И вдруг в 28 он оказался в Аргентине. Совершенно, да. Как это? Ну, так он... Почему в Аргентине? Он все за... он как бы бросил всю эту жизнь, он... В нем очень сильны социалистические идеи проявились, левые, да. А там, кстати, в Аргентине все в порядке с коммунизмом. Ну, он такие ироничные, он ироничный человек, он очень... Ну, он очень наш человек, вы понимаете, в чем дело? Вот он прожил жизнь, но он очень наш человек, он очень веселый. И вот его жизнь там, как он зарабатывает деньги, каким образом он там живет, это просто фантастическая перемена. А что-то вы все о мальчиках рассказываете, а девочки у вас были? Или девочки неинтересны с точки зрения истории? Нет, девочки там жемчужины, каждая девочка жемчужина. Я переживаю за девочку, которая родилась в семье священников, по-моему, да. Еще девочка всегда веселит меня, когда появляется на экране, вот она такая... Из Питера. Плотненькая, да, она в кресле-качалке, да, рассуждает о жизни, вот эта фантастическая девочка. Ну... Она же не девочка. Да, она родила уже. Она уже, видишь, мама и бабушка скоро станет. Да, кстати, мать-одиночка, да, если говорить об этом. Но никто, видимо, не платит ей. Еще была умная девочка такая, вундеркинд прям. Все девочки умные. Катя. Да, да, да. Ну, вы знаете, если говорить честно, то, наверное, 21 век, это век женщины все равно. Это многие говорят об этом. И, ну, давайте честным будем. Сейчас наиболее успешные руководители государства, это женщина в Бразилии и женщина в Германии, да? Вы простите, может быть, я там некорректно говорю, но вот успешные. И они решают проблемы различные. Вот я был недавно в Бразилии, у них вот проблема рождаемости решается просто. У них многодетная семья, три человека, все получают бесплатное образование от государства. И тогда, естественно, женщина не боится, и никакие пособия тут не нужно. Просто бесплатное образование в институтах, университетах. Это такой стимул для рождения детей. Сколько бы их не было, восемь. Нет, я согласна, что женщины-правители это вообще хорошо. Да, да, да. Ну, так вот, девочки мои, там, они все, они более говорливые все, естественно. Они мыслят более так стратегически, логично. Ну, вот Ася, она вообще такая умная девочка очень. Но я бы ее назвал, она уходила. Она в 21 год не снималась и вернулась. Почему? Отказалась? А я как раз хотел. Отказалась. А она отказалась, да. Причем отказалась, потому что с какого-то момента стали сокращать в европейской версии количество показываемых детей. В английской версии. Ну, и там такая была странная беседа у нее в кафе. Перед этим и продюсер с английской стороны довольно так сказала. Ну, ты вошла в избранное количество людей, там, 10 или 7, я не помню сколько. После чего она пришла ко мне и сказала, у нас братство, у нас все равны. Если вы стали избранных брать из нас, значит, вы вычленяете какую-то историю. Вы решаете, что чья-то судьба интереснее, а чья-то не интереснее. И я отказываюсь участвовать в вашем проекте. Ну, а когда она увидела, что все-таки я снял полностью всех детей и поняла, что все остается, проект такой, как есть, она вернулась. Она такой концептуальный человек, она, ну, питерские они. Ну, питерские, да, они все концептуальны. Да, ну, и меня, конечно же, заинтересовала судьба. Первый вопрос, когда Сергей Валентинович пришел к нам в студию, я спросил, какова судьба мальчика, которого в первых сериях вы снимали на Красной площади, в городке беженцев. Ну, вы знаете, вот он потерялся, потому что там, видимо, мама боялась, подумала, может, мы там откуда-то из органов. И когда спрашивали, она назвала не те адреса, не те телефоны. И мы потом не могли никак найти его, и даже подключали для поиска там те же самые органы, но не нашли. А потом вдруг недавно, после просмотра 28, и я там, и везде говорил, что я потерял этого мальчика, я вдруг, нам прислали на сайт неведомый человек фотографию Павла Сычева. 20, по-моему, 8-27 лет, он чуть поменьше был, и он сидел в форме следователя, и по каким-то особо важным делам. Может, он засекреченный просто, его сейчас нельзя пойти слушать? Нет, нет, он можно, но это на ОРТ была передача, и он там обсуждал вопрос коррупции. И я подумал, если это он, это серьезное у меня приобретение, я бы был, следующая серия была бы посвящена борьбе с коррупцией во всем мире. Он бы был главным действующим лицом. Сергей Валентинович, у меня вот такой тоже концептуальный вопрос. Я как девочке, так сказать, мыслю стратегически. 89-й год, было еще СССР, да, то есть, конечно, произошла уже перестройка и грела Великой Демократической Революции, но все же, да. Каждые 7 лет вы снимаете судьбы людей, как дети от маленьких до уже великих вырастают. А что дальше? Сейчас вы вот сняли, сколько уже? 28. 28. Ну, будет 35, а потом до 70 их будут снимать. Я уже готовлю смену, если быть честным, я подбираю как раз ровесников. То есть, это не окончится там? Да, я уже, у меня ездят уже обе дочери по очереди, ну, больше всего. Мария со мной, она такое секретное оружие мое было. 21, я ее запускал к ним, они все ей рассказывали, там даже такая разыгрывалась история. Я ее как бы наказывал жестко в присутствии детей, вот моих героев. Они ее брали в опеку и все ей рассказывали свою жизнь. И наутро я знал. Намного больше. Да, в этот раз уже этот не прошел ход, но они с ней дружат, они вообще общаются. Ну, и есть несколько человек, мне вот помогало в монтаже уже вся группа была молодая. Это и София Гивеллер, моя студентка, она монтировала половину. И вот Ангелина Голикова. И я даже операторов буду брать, и звук операторов, все будут молодые. Но они проинструктированы. Да, но они должны, дело в том, что они должны любить этих детей. То есть, по сути, все-таки это проект «Человеческая жизнь», да? Да. Для меня в жизни. А зачем? Да, ее так, вы знаете, в университетах, в американских ее так и изучают. Вот, Сергей Валентинович, а зачем? Почему, как у вас возникло этот проект? И зачем? Ну, это не у меня возникло, конечно, это толчок дали англичане, и я не могу пальму первенства так себе присвоить. Просто у нас оригинальный он из-за того, что у нас империя рухнула, и эти части разлетелись. Есть английский такой вариант, там уже по 56, по-моему, детям. Но у них просто все стабильнее, и поэтому... Все более похожее, предсказуемее. Да, и режиссер там очень хороший. Майкл Аптетт, он-то меня и пригласил в свое время на этот проект. Это может быть неким пособием в далеком 22 веке, в далеком 23 веке, когда будут изучать нашу страну через этих людей? Я думаю, что это будет обязательно зеркалом, определенной частью, наверное, хроникой. Она и так и воспринимается, хроника жизни, личной жизни. Это не вообще хроника правительства и государственных деятелей, не про Ельцина, а про то, как жить при Ельцине. Не про Горбачева, а как жить при Горбачеве, или как жить при Путине. Вот это... Об этом будет. И, конечно, это такая своеобразная хроника. Надеюсь, что те, кто будет за мной идти и продолжать, они будут честны, потому что, если я буду неискренний и нечестный, и не буду давать то, что говорят мои дети, правду, то, конечно, они уйдут из проекта. Поэтому, когда мне дают государственную премию, я все время удивлен. Я говорил правду про государство и народ, и мне за эту правду дает государство премию. Очень интересная... Может, государство просто ждало, хоть кто-нибудь правду скажет, и вот нашлись вы, Сергей Валентинович. Ну, многие говорят, но вот в данном случае на меня выпал какой-то... А как-то вот сами эти дети между собой, но они общаются, не знаю, или это запрещено на проекте? Вы знаете, что удивительно, они друг друга иногда не узнают. Я их пригласил как-то на день рождения несколько человек, и там сидел один герой из Москвы и другая девушка из Питера. И он стал за ней ухлестывать, ухлестывал, ухлестывал, и потом она ему сказала, я тебя знаю, мы с тобой в одном проекте снимаемся. Облом. Облом, да. Я все знаю, кто ты, да. Ну, а такой вот деликатный, позвольте, вопрос. Не грустно ли вам заниматься этим проектом? Ведь вы наблюдаете человеческую жизнь буквально под микроскопом. Иногда разрушение, иногда возвышение, там все есть. Да, поняли. Что-то, что другие не значат. Такое неприятное животное. Нет, неправда. Да? Человек прекрасный. Он великий, великое создание Божие. И поэтому любой человек, даже во время падения самого, в нем остается много человеческого. Я людей люблю, и мне интересно находить в человеке то, что человеческое еще. И это и есть, по-моему, задача. Даже я помню Герца Франка, который снимал «Высший суд», как он снимал про человека, который убил, убивал людей, и убийцей был, и как он в нем пытался найти человеческое. Я думаю, что задача все-таки режиссера быть, ну, гуманистом немножко. Документалист особенно обязан этим быть. В последнее время это уходит. Мы какие-то судьи становимся, знаете, как-то. У нас тоже ждать-то легко. Да. И, ну, я считаю, что люди... Прекрасные? Да хороши, конечно. Хороши. Хороши у них просто бывают там... С нами сегодня был самый великий гуманист нашего времени. Сергей Валентинович Мирошниченко, российский кинорессор, сценарист, документалист, автор, как сказать, соавтор, да, можно так сказать, проекта, рожденный в СССР. И мы его еще раз поздравляем, потому что сегодня ему официально указом президента Российской Федерации присудили премию, сейчас я вам даже прочитаю, как режиссеру за вклад в развитие отечественного документального кино. Сергей Валентинович, поздравляем. Поздравляем вас. Да. Я выложил. А вы пойдете же прямо в Кремль прямо? Прямо туда? Говорят, повезут. Как? На чем? На большом просе. Боюсь спросить. Наверное, большой лимузин придет, говорят, что это все официально, везут, вот мы там, да, готовимся. Я даже костюм купил. На люди выйти, помните, у торговцев. Богосостояние растет, один костюм на люди выйти. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем ждать в следующих сериях. Всего доброго. До свидания. Наше.